любители москвы вы смотрите передачу обозрения московских храмов ну и сегодня я заканчиваю обзор храмов от родного района но и помимо 5 приходских храмов в этом районе есть еще два храма не приходских видите за таким огромным забором бетонным вот а дело в том что в это место как говорится не дай бог кому попасть да вот и в общем то это такие довольно конечно тяжелые места в принципе ведь они несколько на отшибе находятся от алтуфьевского шоссе чисто они по алтуфьевскому но там оно проходит но видите 13 корпус 4 ну по сути у них один адрес 13 корпус 4 дальше соответственно там уже просто строение как бы два учреждения но и одно из этих учреждений это центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей но в просторечии тюрьма для несовершеннолетних или тюрьма для подростков вот а вообще раньше еще назывался так сказать приемник распределитель вот валтуфьева ну где соответственно держатся разные подростки как правило да дети еще иногда но в основном подростки конечно уже такие там 14 16 лет которые еще не достигли совершеннолетия и вот соответственно их то потом уже до того как вынесут приговор в силу да то есть их тут в камерах держат а потом соответственно уже суд принимает решение и выносит приговор и дальше уже соответственно отсюда отвозят то есть на какое-то время ну либо там в тюрьму уже это сказать колонии потом да ну либо оправдывают ну в общем короче говоря вот а за этим соответственно и вот здесь вот в этом вот центре вот который до распределить там находится храм уменьшение злых сердец называется который был открыт в 2005 году вот он там находится вам в одном из внутренних помещений ну видите название такое говорящее да потому что действительно часто подростки конечно озлобленные сюда попадают да в основном почти все вот ну все конечно бывает и наступает сейчас иногда бывает что и вполне так сказать и даже и благополучные добрые такие всяко бывает конечно но как правило конечно довольно тяжелые подростки сюда поступают вот ну и вот там храм соответственно для для сотрудников и для подростков а вот за этим вот центром там находится еще социальный приют для тоже для вот несовершеннолетних социальный приют ну то есть такой как бы центр да тоже для там где вот мне вот но ну «беспризорные дети» потому что часто сюда попадают дети беспризорны да без местных жительств то есть такие вот которые шатаются бродячие вот которых бросили родители вот так вот и вот потом соответственно многие вот отсюда из тюрьмы попадать потом вот в этот центр реабилитационный Ну, тоже по-разному назывался, там социально-реабилитационный центр, вот, и там, соответственно, эти дети, они уже, ну, скажем так, реабилитируются, да, то есть, скажем так, подвергаются, так сказать, реабилитации в плане того, что, так сказать, с ними занимаются там воспитатели, разные психологи, врачи там, ну и так далее. То есть, ну, оказывают, в общем, такую комплексную помощь, чтобы дети как-то пришли в себя, в общем, социализировались, да, и так далее. Вот, ну и там тоже находится церковь, которая, вот, я имею в виду, которая в этом социальном приюте, там находится церковь в честь Елизаветы Федоровны, вот, причем она там находится еще раньше, в 1797 году, она тоже находится там в одном из внутренних помещений, внутри выделили комнату, помещение, и там сделали церковь. Елизавета Федоровна, она, ну, наверное, прежде всего известна, как вот создатель Марфа-Маринской обители, сестер милосердия, которая находится на Большой Ордынке, недалеко от метро Третьяковская. Вот, ну, в целом она такая была достаточно набожная женщина, так сказать, много молилась тоже, и благотворительностью занималась, вот, да. И, кстати, она прославлена в рике святых. Вот. Ну, вот так, вот еще такие вот два храма. Ну, ясное дело, что вряд ли кому-то придет в голову посещать эти храмы, да, ну, и кроме того, это просто невозможно. Ну, понятно, это чисто такие вот храмы для сотрудников и, соответственно, те, кто здесь содержится. Вот. А что касается заключения, да, то хочу сказать, что вот помимо вот этих двух храмов, которые вот здесь, видите, вот они, вот они здесь на карте находятся, да, то есть вот Алтуфьевское шоссе, но это пока безымянный проезд, он сейчас туда продлевается, вы знаете, да, сейчас там построили уже мост, и скоро тут машины поедут уже сквозные, от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, то есть делают такую вот сквозную дорогу сейчас. Вот. И вот здесь вот как раз на вот этом, ну, раньше был Тупиковый, доходил буквально до железной дороги, вот до Саиловского направления, но сейчас вот его уже, так сказать, туда прорубили окно, дорогу туда в сторону Дмитровского шоссе. Ну, вот. И вот здесь вот немножечко так вот на Ошибе, ну, специально такое место, да, что, кажется, вот тут недалеко тоже речки Лихоборки, как раз вот такие вот и подростки содержатся. Вот. Ну, а что касается Прихадских храмов, то, еще раз повторюсь, их всего пять, их пять в Отрадном, но, соответственно, из них один храм, конечно, самый древний, и единственный дореволюционный, это вот тот самый храм, который я в понедельник показывал, Ресла Богородица во Владыкино, вот здесь он находится, прям рядышком с метро Владыкино, тоже, кстати, на Алтуфьском шоссе. Ну, и четыре остальных храма уже были построены уже после советского времени, причем, что интересно, три храма были построены в 90-е годы еще, вот. То есть, в отличие от многих других, которые были в других районах, ну, во-первых, в храмах обратить внимание, их пять, что все-таки довольно-таки много, да, то есть, есть районы, где вообще храмов нет, ну, и такой район, правда, один всего, Марфина, но все-таки есть такой район, да, ну, а во многих других там и один, два храма, три храма, а тут сразу пять, то есть, довольно-таки много. И вот, из этих пяти, вот, три храма, они были построены, вот, в 90-е годы, вот они эти храмы, вот сегодняшний храм как раз Ильи Пророка, вот он прямо около метро Отрадное буквально, вот, налезает на метро, да, вот, и здесь же вот на этой улице Хачатуряна находится, вот, вчера я показывал храм Николая Чудотворца с часовни Пантелимона, вот, на речке Лихоборки, позавчера показывал, вот, храм Николая Чудотворца тоже на Каргопольской улице, и вот эти все три храма, они все были построены в конце 90-х годов. Ну, и, наконец, последний храм, который претендует на то, чтобы быть таким самым большим храмом, да, вот в этом районе, ну, самый значимый, конечно, и самый почитаемый, безусловно, это, конечно, храм Рожестова Богородицы, конечно, дореволюционный, Владыкина, это да, но вот из новых храмов, это, конечно, именно, вот, храм, иконы Божьей Матери Неополимы Кумина на Ерловском проезде, здесь вот между Ерловским проездом и проездом Ежнёва, вот, на речке Чермянке, вот, это я, который во вторник показывал, ну, и рядом с ним находятся они тоже бывшие, такой вот, такой, как бы, временный, да, ну, первый такой храм, да, в честь князя Владимира, вот, ну, который сейчас, я даже не знаю, как он там используется, но, может быть, как крестильный храм, не знаю, может быть, иногда там бывают какие-то службы проводятся, но так, конечно, всё, в основном, переместилось именно в храм Неополимы Купинный. А он был построен, напомню, в 2018 году, вот, то есть, совсем, в общем-то, недавно. Вот, время, конечно, быстро идёт, поэтому год за годом щёлкается, но всё равно, вот, это самый молодой такой храм среди всех в районе Отрадная. Ну, вот, на этом я закончу краткий обзор храмов Отрадного, вот, и, конечно, если какие-то будут события тут происходить, какие-то новые храмы будут строить, либо что-то, так я всё вроде показал, но, если что, будут строить ещё какие-то, что-то такие, существенные мероприятия относительно храмов и жизни этого района, то, конечно, безусловно, я ещё сюда вернусь и буду это показывать. До новых встреч!